Здорово, чуваки! Нас Among Us до сих пор не отпускает. Он никого не отпускает. Поэтому... Да, он очень сейчас популярный. Поэтому новый видос от Стинта. Клоны Among Us. Поехали. Если вы не слышали про Among Us, то, скорее всего, у вас нет ТикТока, Твич-аккаунта и заодно Ютуба. Хочу тогда вопрос, как вы смотрите данный видеоролик, но да ладно. Только вдумайтесь, это на вид простенькая игра, заинтересовала... У меня не было такого задания. Любители шутеров, моба, одиночек. Очень многие собрали компании, друзей и погрузили в ВД-шные версии мафии. Особенно, когда речь идет о стримерах. Вот, например, один из них, Стинтик. Очень хороший, я бы на него даже подписался на вашем месте. Стримит каждый день. Слушай, он подозрительно похож на тебя. Так ты это, либо подписывайся, или я сожгу эту часть видео. Хорошо. А в чем смысл этого Among Us? Смотрите, есть две команды. Мирные и предатели. Первые выполняют задания, состоящие из классических мини-игр. И попутно пытаются выжить. А если кто-то не выживет, надо найти его труп. После чего собраться, обсудить ситуацию и выбросить за борт самого подозрительного. Вторые же предатели, убийцы, импостеры. Просто должны всех убить. В этом им помогает кнопка убийства, люки, в которых те могут лазать, и кнопка саботажа. Которая может закрывать двери, выключать свет и начать утечку кислорода и еще чего-то. Там много прикольчиков. В общем, геймплей такой, что поймет даже ребенок. И сегодня же... Даже мы поняли. Посмотрим на Монкас. Но не на обычный, а на клоны. Первая игра называется Бинстранаутс. Ну, типа, странавты. Поняли? Смешно же. Странавты? Суть в ней точно такая же... Ой, они же такие же. Такое в 3D. Человечков здесь действующие персонажи сосиски. Они еще страннее. Можно выбрать имя и количество мирных с предателями. И все это коты. Как это выглядит с их стороны, от мирных игроков, понятия не имею. Ибо дают поиграть лишь за предателей. Но зато я сразу узнал, что внутри сосисок есть... Тоже кост. То что? А что выглядит? Да. Кстати говоря, вот и тут нереально убийство. Даже если оно было совершено на их глазах. Но если подумать об этом, то есть логика. Ибо после вашей победы, мирные также присоединяются к празднику. Поняли, да? Какая же хуйня. Очень странная, да. Игра уже не придумывает новое название, а просто обыгрывает старое. Перед вами Амонкас Импостер Вершин. Чисто для браузера. Здесь вы получите разукрашенное лобби и полное отсутствие заданий. Впрочем, как и анимацию убийства у импостера. Да и вообще сделать килл невозможно. Что за игра? Даже к тому экстренному вызову нельзя прожать. Такая самопальная. А еще зачем это огромное комиксное облачко с никнеймом? Можно же было легче просто поставить ник головой. Но ладно. Еще один подобный проект Амонгас Римейк. Римейк. Понимаю, вы, наверное, ожидаете охеренную графику 3D. Ой, эти какие-то прикольненькие. Но... Роблокс и Майнкрафт. Дабы взглянуть на главные качественные поделки оригинальные Амонгас. Начнем с я. А, вот он, Роблокс, который спросили поиграть. Это Майнкрафт. Это донат на шанс получить роль убийцы. Но вот ирония. Донат. А также это нифига не гарант того, что вы получите заветную роль. В остальном же, если приглядеться, то можно заметить, что таких прикольчиков с донатами достаточно много. Но это привычно для Роблокса. А, ты Роблокс? Да. Очень мощного экрана. Качественно. Мини-игры адаптированы неплохо. Особенно, когда речь идет о перекачке чего-то или писячьего проведения карты. О, все ненавидят карты. А мне нормальная карточка. С телефона. С телефона не скомпала. Но самый кайф тут бегать за пидатей. Во-первых, так как это трехмерное пространство, можно завести свою цель куда-то за угол и убить. А труп там хер найдут, уж поверьте. Второе, саботажи, закрытие дверей стали сами по себе удобнее. И теперь, если ты играешь за мирного, игра выглядит реально как хоррор. А если спроекцируешь себя на предателя, то ты действительно будешь выглядеть как маньяк с большой буквы. По люкам также можно бегать. Всего лишь что требуется открыть отдельные дверцы. И на картах пробраться в сектор с прозрачными стенами. Что запуталось немного имбово, когда речь идет о балансе. В общем, разработчики перенесли большую часть особенностей Амунгаса, начиная от основ убийцы, полетов за призрака, голосования. Да даже некоторые места на локациях бережно адаптировали. К примеру, где тебе очищают или двери, которые открываются только с помощью кнопок. А сами персонажи сделаны интересно. Не прям оригинал, но тоже своей изюминкой. В общем, версия Амунгас в Роблокс получает мой респект. Что же касается Майнкрафта, я без шуток приофигел. Данная версия Амунгаса работает исключительно на командных блоках, а также текстурпаке. Звучит, согласитесь, просто, но на деле мама моя женщина. Что за красотень. Особенно мне нравится, как здесь исполнено голосование. Оно, в отличие от Орблокса и общего ригула, проходит действительно за столом. Ничто не перекрывается огромной иконкой с персонажами. И вы можете посмотреть друг на друга. И действительно сказать, вот ты предатель, правда, никаких эмоций. Свои эмоции нет. А еще при убийствах появляются знакомые для многих анимации. Вот только с трупами здесь проблемка. Это не персонажи со своим скином, а просто Стивы. Из-за чего в теории может появиться некая неразбериха, которая, естественно, подпортит... Кто убил желтого? Кто убил Стива? Ну да. Задания сделаны так же, как и в Роблоксе, по-своему. Цветочки. Понятное дело, что вы не можете поменять камеру и погрузиться вместо... Ну не знаю, она здесь такая же квадрата. Ну не ближе мы играем, почему-то. Короче, ты не любишь мы играем. Глаза выедает. Сейчас себя убью. Нажимаете рычаги, кнопочки, а там дальше все происходит само собой. Короче говоря, это полная копия игры. Несколько топорная, в принципе, как и Роблокс. Но карта здесь прям сделана под оригинал, что несомненно преимущество. А еще тут есть камеры. Камеру вырубай нахуй. Ну это все. Вот, и раз мы уже начали в этом направлении идти, давайте добьем. Думаю, для вас известна такая игра, как Балди. Так вот, есть ее Аммонгас версия. Нет, конечно. Где, по сути, самый главный хер, Балди, превратился в красного импостера. Особенность игры заключается в том, что по школе то и дело бегают человечки из Аммонгаса. А в одном моменте... Какая она стрёмная. В остальном же это Балди с линейкой и наитупейшими задачками, которые выполнить адекватному человеку нереально. Подобная ситуация и с единственным шутером в нашем списке. Аммонгас, FPS. Тут ситуация проще. Наши враги это знакомые чубрики, притом не анимированные. Притом, ладно, забейте. Они еще хреново вырезаны. Давы после взглянуть на их труппе. Да, перспективка такая себе. Вы, наверное, думаете, что это слишком прост и добавлять не надо было в ролик. Но тогда я вам покажу анимации из Аммонгаса. Не, ну реально... Ну, мультики. Я бы даже лайк поставил за такое. Следующая игра, я не знаю, как она называется, но это меню. А это игра. И ты бегаешь за чувака на закрытой карте. Само это говно лагает, как черт. А что более важно, через диспетчер задачи ее не закрыть. Поэтому в момент записи мне пришлось перезагружать компьютер. Притом, я тут все понажимал. И рекламу, которая отправила на непонятный сайт. И репорт, который запускает картинку голосования. Только картинку. И, конечно же, костюмизацию. Трандецовому компу. То ли фурии, то ли еще какое-то чудо. Это геймер. Среди которых пистолет, калаш и балтика. Самое главное оружие. Но лучше с калашом побегать, согласитесь. Как раз врагов нет, самое то. Господи, давайте мы просто выкинем эту мерзость в мусорное ведро. И отправимся ждать выхода визуальной новеллы. О, боже, визуальная новелла. Что-что, анаподобный я никак не мог ожидать. К сожалению, к моменту выхода ролика она еще не оказалась в свободном доступе. Но, блин, мне же интересно посмотреть, что там будет. И в целом, на этом все. Не уверен, конечно, что это самая последняя версия клонов Амангаса. Ну, потому что выходят они достаточно хорошей периодичностью для создания следующих видео. Поэтому, в принципе, можете ожидать, если наберется подобного материала на целый ролик. А пока я могу сказать вам по стандарту лишь одно. Играйте в хорошие игры. И выигрывайте. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока. Я не знаю, как запарился, я, короче, поиграл во все, где он только их раздавал. Походу ему в трендецком. Я не знаю, где он видел. Прикинь, только в сайтах каких-то. Можно весь ком спалить себе. Да, да. Все испортить, короче. Ну, мне понравилась больше всего, конечно, версия от Роблокса и от Майнкрафта. Там, где они специально себе такие скины накидали. Да, от Роблока более-менее еще, знаешь, что-то такое терпимое. Из-за 3D. Майнкрафт тяжело с тобой воспринимать, потому что он квадратный. Мы с тобой такие... Ну, в общем, все-таки, да, Монгас воспринимается, какой он такой, он есть. Вадео. Да, но есть, знаешь, вот если бы Монгас сам оригинал чуть-чуть улучшили, да, если бы как качество добавили, было бы круто. Ну, я не знаю. А так пока что ничего рядом не стоило. Мне кажется, Монгас в оригинале не надо его трогать. Я бы сделала просто такую альтернативную версию в стиле 3D. То есть ты реально бегаешь со 3D-человечка. И знаешь, такой оформленный, как Fall Guys. В таком дизайне они тоже такие же кругленькие, только не такие веселые и яркие, а все такое реально в хоррор-стиле делать. Знаешь, вот как есть фильм, вроде нечто называется, когда они на планете какой-то росточек взяли, а он там вырос огромного монстра, который за всеми охотился. Помнишь, за членами экипажа? Вот что-нибудь в такой стилистике, по настроению было бы классно сделать. Тогда бы хорошо зашло, мне кажется. В принципе, прикольная игрушка. Посмотрим еще видосов от него. И все, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.